Есть временные окна на тему языка. Вот это точно есть. Если уже три года и ребенок не говорит, то это не значит, что надо топиться всем идти, но это точно основание для того, чтобы заволноваться. И идти к специалистам, которые как минимум проверят, хорошо ли он слышит, например. Вот это, кстати, меня ужасно удивило. Мне рассказывают люди из Института уха, горла, носа и речи, где отдел есть этот речевой, ну это мои коллеги и все это. Я даже склонна была не верить, но, разумеется, не верить нельзя. Приходят мамаша с папашей, полностью придурковатые, судя по всему, и говорят, вот нашему сыночку-то пять лет, и он ничего не говорит. Пять лет? Почему вы ждали пять лет? Тогда, значит, человек, к которому они пришли, он, скажем, делает вот так, и ребенок не вздрагивает. И обнаруживается, что ребенок не просто ничего не говорит, он вообще ничего не слышит. И они такие милые, эти родители, что они за пять лет умудрились не обнаружить, что их ребенок ничего не слышит. Поэтому мой ответ такой, да, есть временное окно, и это очень, разные люди скажут вам разное. Одни скажут четыре года, другие скажут пять лет. Вот это Марьяна Михайловна Безруких, которая, таки специалист тот самый, она скажет три года. То есть надо включиться, надо включиться в этот момент. Это не значит, что все захлопнулось, но вот так называемые дети Маугли, то есть те, которые, это термин, которые волей судеб оказались невовлеченными в языковую среду. Ну, то ли действительно в лесу там они оказались, то ли они глухие, то ли они по какой-то страшной причине оказались в жуткой изоляции. Их можно простейшим вещам потом будет научить, но они никогда не станут полноценными носителями человеческого языка, потому что окошко закрылось. Поэтому окно для этого. Учить чему? Языку ребенок учится сам, мы не учим ребенка языку. Нет, вот разным знаниям там, допустим. И, конечно, учить. Только учить, разумеется, но я же говорю, надо смотреть этот, он может или вы... Не насиловать вы имеете в виду. Ну, с другой стороны, вот сейчас все начинается. Потому что Моцарта и Бетховена, нет, не Бетховена, а Баха, били по пальцам, чтобы они играли вот так. А они гении. Поэтому какая-то мера насилия, да. Но не на тему, мы-то ждали, что ты Эйнштейн, а ты урод. Я хочу поблагодарить от вашего имени, от своего имени. Огромное спасибо, Татьяна Владимировна. Спасибо вам, мне приятно поговорить. Да, спасибо. Кроме того, у вас очень лица хорошие. Вы-то не видите своих лиц, а я вижу. Спасибо. 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 Спасибо.